Далее в программе. Какой руки? Ты такой умный. Они мгновенно учатся новым трюкам. Они ничего не пропускают мимо них, ничего нельзя пронести, и моментально реагируют на непрошенных гостей. Но чаще всего эти собаки – самовоплощение кротости. Хотя в их родословной можно встретить темные пятны. Мы можем заметить развитие артрита. Мы его замедлим, но вылечить не можем. Да, покажи им. Если собака в отличной форме, она рвется вперед. Взять, чтобы порадовать хозяина. Давай, Киоке, вперед. Он теперь ни за что не отдаст мячик. Померанский шпиц. Все о собаках. Они кажутся милыми и хрупкими, но под пушистой шерсткой скрывается собака с более твердым характером, чем у большинства породов. Колючий характер достался им в наследство от шпицов. Померанцы – потомки нарботеншпицов. Возможно, Кейс Хонт, их ближайшие родственники. Давай, отвези меня домой. В новых дальних родственниках числятся и ездовые собаки, и упрямая самоедская лайка. Стоять! И благородный Чау-Чау – хорошая девочка. И даже могучий аляскинский маламут. С такими генами легко понять, почему порода отличается таким упорством. Под этим мехом находится горячее сердце. Он теперь не остановится. Киокки разогревается перед сегодняшней игрой в мяч. В мире собак этот вид спорта приобретает все большую популярность. Ему так нравится эта игра. Мы сможем. Для породы, склонной к лишнему весу, это отличный способ похудеть. Эти соревнования помогают ему поддерживать форму и не слишком толстеть. Мало кто поверит, что у этой милой на вид собачки сердце тигра. Давай, вперед, вперед! Вот так. Но яркие, активные померанцы могут быть весьма амбициозными. Он всего третий померанец, который получил титул ММ. Расшифровываем магистр мяча. А пока Джон Дэвид и Кони Зиба не выпускают своего магистра мяча из поля зрения. С ним очень весело. Он всегда ставит перед собой цель, всегда стремится к победе. И если у него не получается, то всегда есть следующий раз. Вперед! Вперед, ребята! Пошли! Так, прыгай, Киоке. Киоке и его сестра-зритель будут единственными померанцами на сегодняшних соревнованиях. Все? Да. Тогда поехали, поиграем в мяч. Поехали. Неизвестно, выиграет Киоке или нет, а пока общительный померанец наслаждается компанией веселых друзей. Команды почти со всего района приехали сюда, чтобы показать свои способности в игре в мяч. Участники соревнованиях соревнований представлены во всех формах, но все они обожают игру. Для некоторых пород это основное занятие. Самыми быстрыми обычно считаются Бордер Коли и Джек Рассел Терьет. Но суперзвезд все-таки можно обойти. Сосредоточенность и целеустремленность в четырех случаях из пяти приводят к победе быстрее, чем скорость. Во время приветствия команда разделили на семь уровней. Первый самый быстрый. Последний самый медленный. Киоке на третьем уровне. Мы стараемся поддерживать дух соревнований, чтобы они оставались захватывающими и интересными. Это одно из главных преимуществ игры в мяч. В этих соревнованиях могут принимать участие любые породы. Здесь не важна родословная. Хочешь мячик? Хочешь? Сейчас в игру вступают великолепные померанцы. Возможно, они не самые быстрые собаки в мире, но среди всех команд они самые целеустремленные. Но похвала не поможет выиграть соревнования. Хочешь мячик? Хочешь? Померанцы уверены в себе, но чувствительные собаки. А взволнованные хозяева быстренько суют своим любимцам угощение. Команда Киоке выступает следующей. Высота барьера снижена до минимума, 20 сантиметров. Это необходимо из-за маленького роста померанцев. Вы готовы? Да. Сегодня Киоки очень взволнован. Он рвется вперед. Все бордер-коли пробежали очень хорошо, и мы тоже в хорошей форме. Лучшие из пятерки выиграют раунд. А из этих четырех собак Киоки бегает лучше всех. Покажи им. И они побежали. Первая собака слишком разогналась. Не очень удачное начало. Еще один неудачный старт, и команду дисквалифицируют. Хорошее начало. Бордер-коли начинает, но именно Киоки должен принести команде победу. Давай, давай, давай. А вот и померанец. Крепкие задние лапы Киоки помогают ему перескочить через барьер. Вперед, Киоки! А передние достичь цели. Хороший мальчик. Молодец. У Киоки все получилось. Бордер-коли пробежала за 4,6 секунды, а Киоки за 6,1. Молодец, умница. Готовы? Времени, чтобы отпраздновать успех, нет. Сейчас начнется второй раунд. Давай, давай, давай. А вот и выходит супер-померанец. Давай, Киоки, давай. Молодец. Хватит ли у Киоки сил? Мы выиграли. Это была хорошая гонка. Всегда очень забавно, когда они идут наравне. Мы выиграли два раунда, остался еще один. Мы узнаем, станет ли Киоки героем дня, когда померанец переведет дыхание. Его задним лапам надо чуть передохнуть, чтобы он моками отталкивался. Но померанец уже доказал, что его порода очень вынослива. Как на гоночной дорожке... Все готовы? Хорошо. Так и на прогулке вместе с хозяевами. Пошли, Йоги. Да, Барб, сегодня выдался отличный денек. Костюм померанцев подходит для любой погоды. Йоги сегодня очень возбужден. Как обычно. Джон и Барбара Герлах обращают внимание на все, что им предлагает дикая природа. Барб, давай поставим камеру здесь, а не фотографы-натуралиста. Так, кажется, все готово. Когда они выбирали щенка, который сопровождал Бэйф на прогулках... Пошли, Йоги. Йоги, ты идешь? Им нужна была порода чуть умнее обычного медведя. И все потому, что Герлахи часто гуляют вместе со своими собаками в Йеллоустонском парке. Смотри, там в горах такой красивый туман. Да, можно сделать пару хороших снимков, точно. Семимесячный Йоги – отличный компаньон. Ну что, приступаем? Он слишком умен, чтобы воровать из корзины для пикника. Зато он часто попадает в кадр. А вот так. Это отличное место. Йоги, давай сделаем несколько снимков. Кустарник будет на заднем плане. Если мы включим растительность, то снимок получится более детальный. Мы снимем яркое небо. Шестерка карликовых шпицев защищает их от капризов погоды. Давай, Йоги, пошли, пошли. Йоги, вперед. Он такой упорный. Холод, капризы погоды совершенно не влияют на его поведение. Хочешь в сумку? У карликовых шпицев двойная шкура. Мягкая и густая внизу, и длинная и жесткая сверху. Шкура защищает его как от холода, так и от жары. Во время измороси сумка, хотя и не защищает от холода, но не дает шерсти малыша Йоги сваляться. Хорошо. Его шерсть – настоящий магнит для всевозможных семян и грязи. Он любит путешествовать и узнавать новые места. Он предпочитает ходить по земле, но сейчас сыровато. Так что мы поддержим его в тепле, пока погода не улучшится. Его отлично устраивает такое положение. И еще один плюс померанцев – их размер. Нам часто приходится тайком проносить собак в отеле. Четырехкилограммовые померанцы легко помещаются в чемодан или в сумку. Они ведут себя тихо, и мы спокойно проходим с ними. Но у маленького роста есть один недостаток. Из-за нашей работы мы часто сталкиваемся с такими созданиями, как ямайский конюк, сова или лиса. Они бы не отказались пообедать маленькой собачкой, поэтому нам всегда приходится быть на чеку. К счастью, померанцы – это ходячая сигнализация. Когда приближается кто-то подозрительный, Йоге помогает, потому что лает. Иногда он слышит звуки раньше нас. Он или смотрит в ту сторону, или заливается лаем. Он дает нам знать, что кто-то приближается. Однажды Джон и Барб отправились снимать птиц. Мы снимали красногривых дятлов сока едок. И вдруг он начал лаять. Мы услышали его лаять, затем услышали шум в кустах. И вскоре из лесу вышел молодой лось. Он прошел метрах в шести от нас и продолжал свой путь. Йоги сообщил нам, что в кустах кто-то есть. И, честно говоря, мы обрадовались, что это оказался лось, а не медведь-грезли. Конечно, поднять тревогу — это одно. Пошли Йоге. Но померанца нельзя сравнить с гризли. Вот Винни-Пух скорее в его категории. На улицах Сан-Франциско десятилетняя Миранда стала живой легендой. Привет! Она и ее хозяйка Джоэль Кульман работают гидами и показывают достопримечательности туристам. Можно сказать, что она каждый день заставляет людей улыбаться. С ней гораздо проще работать. Померанец дружелюбно относится к туристам, приехавшим в чужую страну. Мы не думали, что у нас будет такой особенный гид. А Миранда получает за это много ласки. Карликовые шпицы очень любят общаться с людьми. Что там, Миранда? Покажи мне все достопримечательности. Собаки этой породы прекрасно переносят поездки. А они, наверное, с сожалением покидают роскошные лимузины. Боже мой, спасибо. Это Ломбард-стрит, самая сумасшедшая улица в мире. Посмотри. Ты была здесь когда-нибудь? Я еще вернусь и навещу тебя. У меня есть ваша карточка. Тур закончен, но день только начинается. Пока, Миранда, пока, лапочка. Померанец всегда готов составить компанию. Конец первой части. Все о собаках. Три померанца значит тройное веселье. А в данном случае тройная забота. Сюда, Мадлс. Иди сюда, милый. Ко мне. Ко мне. Уэнди Миллер создала настоящий рай для своих шаловливых медвежат. Ко мне, Мадлс. Иди сюда, малыш. Из-за неудачного скрещивания Мадлс вырос больших размеров. Но не это причина его странной походки. У него вывих над коленной чашечкой на обеих задних лапах. Мы давно знаем об этом. Поэтому мы и взяли его к себе. Мы хотим точно знать, что он получит всю необходимую помощь. А я не думаю, что кто-нибудь другой сможет ему помочь. Вывихи над коленной чашечкой – это врожденные дефекты, часто встречающиеся у собак маленьких пород. Привет, Мадлс. Когда собака идет, коленная чашечка выходит со своего места, и лапы подгибаются. Ему стало так плохо, что он едва может вставать и ходить. Мадлсу нужна операция, которая стоит более тысячи долларов. Но Уэнди не колеблется. Я люблю его. Она даже перестроила свой дом, чтобы создать в нем послеоперационную палату для Мадлса. Хороший мальчик. Он спит в моей постели, и я пристроила к ней лесенку, чтобы он мог подниматься. Пошли, Мадлс. Хороший мальчик. Даже при выздоровлении Мадлс нуждается в регулярном врачебном контроле, чтобы знать, что его кости находятся там, где надо. Доброе утро. Как дела? Привет. Вы доктор Бекман? Сегодня к нам пришло все семейство. В начале сладкий медвежонок. У маленькой сестрички тоже проблемы с коленями. Пошли, медвежонок, пошли. Больница никому не нравится, но что поделаешь, она не хочет идти. Семейный ветеринар доктор Роджер Бекман должен решить, требуется ли сладкому медвежонку хирургическое вмешательство. Это бедренная кость? Это большеберцовая или тибиальная кость? Вот здесь находятся коленные чашечки, и она должна быть прямо в этом углублении. Так что, когда колено сгибается, она должна в нем оставаться, но в случае с Мадлсом она выскальзывает. Будем надеяться, что у сладкого медвежонка нет проблем с коленом, как у Мадлса. Как видите, нам совершенно не больно, когда мы его сгибаем. Сейчас все на месте. Нет-нет, она только что выскочила. Но я легко могу это исправить, так что пока, если ей не станет хуже, никакой операции не потребуется. Размер имеет значение. У сладкого медвежонка идеальный вес для карликового шпица чуть меньше трех килограммов. Но при восьми килограммах Мадлс весит чуть больше норм. Не обижайтесь, но это так. Пошли. Спасибо. Ожирение может усугубить проблему. Самое важное — не набирать лишнего веса, потому что чем больше веса приходится на колени, тем тяжелее ему будет. Так, ребята, мы закончили. Спасибо. Будем надеяться, что я вас долго не увижу. Да уж. Если появятся вопросы, дайте мне знать. Хорошо. До свидания. Спасибо. Следующая остановка — доктор Нэнси Хэмпетт, хирург-ортопед. Сегодня мы проведем осмотр. Посмотрим, что у нас на снимках. Чтобы удержать коленную чашечку на месте, в кость вставили металлические скобы. После 12 недель их можно снимать. Кость уже прочно заняла такое положение. Но операцию сделали слишком поздно. На снимках уже видно отклонение от нормы. С этой стороны, видите, пятнышки и перекладина в кости. Это первые признаки остеоартроза, заболевания разрушающего сустава, как мы его называем. Это следствие проблем с костями. Исправив все проблемы, вы замедлите развитие артроза, но вы его не вылечите. Отлично, Мадлз. Он хорошо выглядит. Конечно, он не идеально здоров, но учитывая вывих коленной чашечки, я довольна. Отличные новости для беспокойной мамочки. Наконец-то Мадлз сможет твердо стоять на ногах. Рост сегодняшних померанцев не превышает 30 сантиметров, но карликовые шпицы, жившие до 19 века, значительно превосходили их в размерах. Моду на низкорослых шпицев ввела королева Виктория. Виктория была большой любительницей собак, но на смертном Андрея ее величество попросило, чтобы к ее кровати подвели именно ее любимого померанца. Но принадлежность к элите никак не отражается на здоровье собак. Этот пес может отлично обойтись и безродословной. Главная хорошая компания, как в этом пансионе. Джуди Тоскана делает булочки для своих жильцов. Она тайком выпрашивает. Да. Но самое большое впечатление производит эта маленькая хитрюга Кримпет. Можно я кину ей булочку, пока хозяйка смотрит другую сторону? Карликовые шпицы умеют придать своим мордочкам умильное выражение. Она такая милая. Она просто прелесть. Как думаешь, она разрешит нам взять Кримпет с собой? Кримпет нравится всем. Она выдающаяся личность. Много лет назад такое бесподобное поведение очаровало владельцев пансиона. У гадалки, к которой мы ходили, было пять померанцев. Как-то я зашла к ней в офис, и собаки начали прыгать за стойкой. И я сказала ей, хочу одну из этих собак. Они все время счастливые. Такие счастливые. И она ответила, у меня как раз есть одна для вас. Так она познакомила меня с Кримпет. Кримпет обладает умом и шармом настоящего карликового шпица. Пошли. Она превосходная хозяйка, особенно когда надо развлечь гостей. Молодец. Собаки этой породы схватывают все на лету и легко поддаются дрессировке. Хорошая девочка. Владельцы заявляют, что эти собаки интуитивно чувствуют настроение хозяина и подлаживаются под него. Умница. А теперь полай, как большая собака. Давай. Молодец. Хочешь в круг? Некоторые померанцы очень шумные, но большинство можно научить лаять только тогда, когда надо. Споешь песенку? Молодец. Отлично. Наблюдаешь? А большинство померанцев понимают намеки и благодаря своим ярким способностям легко выполняют задания. В какой руке? Ты такая умница. Очень милая. Она умная собачка. Умная и восприимчивая. Большинство карликовых шпицев отлично понимают характер человека. Привет. Когда дело касается незнакомцев, они обладают шестым чувством. Привет, крошка. Как дела? Чтобы поздороваться, Кримпет Лайт с легким оттенком превосходства. Ко мне. Привет, Кримпет. Затем она просит, чтобы ее приласкали, так они становятся друзьями. Во время официального приветствия Кримпет протягивает лапу. Ко мне, Кримп. Пришло время почистить зубки. Пошли. Как и многие собаки, карликовых пород померанцы часто страдают от болезней зубов и неприятного запаха изо рта. Ей очень не нравится эта процедура. Но она спасла ее передние зубы. Кримпет потеряла один передний зуб. Теперь один из ее больших клыков чуть шатается. Если не заботится о зубах, то у собаки могут возникнуть другие проблемы со здоровьем. Хорошая девочка. Так что ежедневно чистить зубы очень полезно, особенно для дыхания. Я полоскаю ей пасть маслом чайного дерева и водой. Масло чайного дерева — природный антисептик. Обычно я чуть брызгаю ей в пасть освежителем дыхания, стараюсь направить его на проблемный зуб. Но ей очень не нравится эта процедура. Хорошая девочка. После чистки зубов может остаться неприятный привкус, но свежее дыхание позволяет Кримпет находиться в обществе. Стряхни. Хорошая хозяйка пойдет на любые жертвы ради гостей. Веселый и громкоголосый померанец может петь главную партию в вашем семейном хоре. Хорошо. Здесь принимаются все оттенки и расцветки. Выберите любимый цвет, и у вас будет игрушка на любой возраст. Четыре балла за индивидуальность. Ум и упорство делают эту собаку очень популярной. Например, в Японии все просто помешались на померанцах. Так что касается здоровья, то вывих коленной чашечки не единственная анатомическая проблема. Из-за маленького размера и плотного тельца у них очень тяжело проходят роды. Два балла. Два балла за упорство. Они очень крепкие для своего размера, но они получают всего один балл за игру с детьми. К ним нужно относиться с любовью и лаской, и не трепать их туда-сюда. И четыре балла за дружбу. Если вам нужно, чтобы вас кто-то выслушал, чувствительный карликовый шпиц всегда разделит ваше горе. Или радость. Выиграв второй раунд, Киоки весь распарился. Хочешь, мы охладим твою шкурку? Грелка с прохладным гелем охладит тело этого элитного атлета. Но вообще-то померанцы не нуждаются в особом ходе. Мы обертываем его. Так можно охладить его тело. Это нутрикал. Он очень калорийный и помогает собакам восстанавливать потерянные силы. Еще один раунд. У него еще много сил осталось. Но фортуна – вещь непредсказуемая. Иногда они оставляют лучших собак на последний раунд, когда остальные собаки уже устали. Тогда они выпускают лучших. Мы уже сталкивались с этим раньше. Никогда ведь не знаешь. Никогда. Карликовый шпиц выступает против Джек Рассел Терьера. Порода, известная своей быстротой. Команда Киоки выходит на поле. Давай, Такер, вперед, ну же. Вперед, Такер. Хорошо, хорошо. Теперь дело за Киоки. Киоки нужно обойти Джека Рассела. Давай. Давай, Киоки, ты его победишь. Давай, давай. Да, Киоки. Киоки зарабатывает 800 очков. Еще один шаг вперед к следующему титулу. Здорово. Он может стать первым карликовым шпицем, заработавшим титул первый магистр по игре в мяч. Он ни за что не отдаст мяч, ни за что. В этом маленьком теле бьется огромное сердце. Собаки этой породы отличаются своей игривостью и жизнелюбием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова